Привет! Сегодня будет касс челлендж, а именно очень-очень старый челлендж, который я думаю вы уже тысячу раз видели на ютубе, но тем не менее до меня все очень медленно доходит. И сегодня генератор случайных чисел будет выбирать как я создам симов. Сим сгенерировал мне двух симов, а именно женщину и мужчину, и мне очень нравится этот мужчина, я бы не хотела его менять. И плюс, я открыла генератор случайных чисел и сгенерировала число. Мне выпало число 2, поэтому я буду выбирать им одежду, прическу, черты лица, именно во втором варианте, то есть рандомить. Например, имя его раз-два, Аксель, раз-два, Шервуд. Он у нас капризный, непостоянный и экоинтезиоз. Очень интересный сим получается. И плюс раз-два, раз-два, он у нас лучший бармен. Примерно так работает этот челлендж, поэтому мне не терпится начать. Мне безумно нравится, как я уже сказала, кто нам выпал с первого раза. И будет на самом деле жалко его испортить, потому что вы просто посмотрите, какой он лапочка. Но тем не менее, пожалуй, я сниму с него очки и уберу все его аксессуары. И начнем, пожалуй, с самого лица. Раз-два. Он просто изменился до неузнаваемости. Господи, мне уже страшно. Ладно, раз-два. Форма головы, я не вижу отличий. Щеки, раз-два. Я, я честно не вижу отличий. Челюсть, раз-два. Челюсть, кстати, стала получше, мне кажется. Подбородок, рот, раз-два. Черт, старый ему больше шел. Так, нос. Раз-два. О, боже, нет. Раз-два. Вау! У него очень красивые глаза. Раз-два. Но ситуация эта как-то не спасает. Теперь уши. Раз-два. В принципе, мне, я бы сказала, везет. Получается очень необычный персонаж. Я так понимаю, менять больше ничего тут нельзя. Поэтому мы переходим к волосам. Раз. Вау! Два. Вы просто видели, как все было красиво. Вы серьезно? Ладно, усы и борода. Раз. Два. Мне кажется, ему получше с бородой. Аксессуары не нужны. Косметика тоже. И вот такой вот личико у нас получается. Мне, конечно, нравился до гораздо-гораздо больше. Но, да ладно, в принципе, не так уж и плохо. Единственное, что меня не устраивает в его цвете кожи, это то, что она сочетается с его бровями. Поэтому сейчас у нас есть шанс все исправить. Раз. Два. А нет. Но, тем не менее, он стал более накаченным. И фигура у него стала гораздо-гораздо лучше. Тем не менее, мы переходим к одежде. И раз. Два. Я не хочу никого оскорбить, но он действительно похож немного на бездомного. Раз. Два. Хотя, так гораздо лучше. Я боялась, что будет какая-то юбка. И вы просто все видите сами. Мы переходим к костюму. Это очень интересно, на самом деле. Костюм я хочу в полный рост. То есть, комплект. Раз. Два. Могло бы быть и хуже. Могло бы быть и хуже. Вот так я себя и успокаиваю. Очень интересное сочетание. Ладно, спортивный наряд. Верхняя часть. Раз. Два. Неплохо. Но было лучше. Откровенно, было лучше. Раз. Два. Вау. Знаете, я бы сказала, что эти цвета сочетаются, но не этот тип одежды. Раз. Два. Я люблю эти кроссовки. Я очень люблю эти кроссовки, на самом деле. Поэтому я им прощаю все. Они, в принципе, сочетаются с низом, но не с верхом. Ладно, ночное белье мы тоже будем смотреть по отдельности. Раз. Два. Вау. Мне очень нравится то, что получается. Раз. Два. А нет. На самом деле, эти тапочки сочетаются с низом, но, блин. Тут у него уже есть шляпка, поэтому я думаю, что ее я хочу и оставить, только поменять. Он похож либо на бездомного, либо на Деда Мороза. Ну, ладно. Раз. Два. Да, он все же похож на Деда Мороза. Раз. Два. Окей. Я просто уже ничему не удивляюсь. Я не знаю, как на это реагировать, потому что обувь сочетается с верхом, верх сочетается с шапкой. И юбка. Ну, да ладно. Давайте выберем ему купальный костюм. Раз. Два. Тут нельзя накосячить. Мне очень нравится. Переходим к жаркой погоде. У него тут костюм в полный рост. Но нет. Я хочу сама составить комплект. Раз. Два. Вау. Серьезно? Раз. Два. Я знала, что тут будет подвох. Обувь. Раз. Два. Мне нравится. Пока это один из самых лучших нарядов. Кроме, конечно, купального костюма. Теперь зимняя одежда. Я хочу использовать в полный рост, потому что слишком редко использую полный рост. И раз. Два. Я так понимаю, обувь использовать мы не можем. И смысла в этом вообще нет. Но нам выбрали красивые ботиночки. Теперь я хотела ему добавить шапочку. Хотя. Раз. Два. Ну, окей. Допустим. Допустим, Аксель Шервуд наполовину инопланетянина. Или у него есть какие-то предки. Или это просто Хэллоуин. Понятия не имею, как на него реагировать. Но, блин. Лицо у него не такое уж и плохое. Лицо совершенно нормальное и совершенно обычное, как у всех рандомных персонажей в Sims 4. Ничего особенного. Но наряд. Вы серьезно? Теперь мы переходим к его дорогой соседке по комнате. Теперь я генерирую число, и мне выпало число 3. Недалеко ушла. Раз, два, три. Пейдж. Ей идет имя Пейдж. Диккенс. Пейдж Диккенс. Раз, два, три. Раз. А как считать? Раз, два, три. Или раз, два, три. Или раз, два, три. Ладно, давайте я мозговачью так. Раз, два, три. Она у нас своя в доску. Умелец и параноик. Мне кажется, ей идет быть параноиком, как бы странно это ни звучало. Начинаем с лица, как обычно. Раз, два, три. Как вам сказать? Я даже не могу сказать, что нам не повезло, но это не так уж и плохо. Форма головы. Раз, два, три. Форма головы, я так понимаю, ничего не меняет, а вот щеки меняют многое. И у нее нормальные щеки. Теперь челюсть. Раз, два, три. Ну ладно. Я думаю, что было лучше, но тем не менее. Подбороток. Раз, два, три. В принципе, не так уж и плохо. Давайте сразу начнем с носа. Раз, два, три. Господи, нам так повезло. Я действительно надеялась, что нам выпадет что-то хорошее. Давайте губы. Раз, два, три. Не подведите меня. Окей. Теперь она похожа на кого-то из Симпсонов. Ладно. Глаза. Раз, два, три. Вау. Зеленые глаза. Это очень красиво. Брови. Раз, два, три. И мне на самом деле нравились брови до. Так. Уши. Раз, два, три. Им всем везет. У них одинаковые уши. Буквально одинаковые. И еще необычный цвет глаз. Но тем не менее волосы. Раз, два, три. Эта прическа очень необычная. Но она просто не для нее. Понимаете? Окей. На самом деле мне очень нравится ее фигура. Уже на таком... Уже без каких-либо изменений. Как ее лицо мне нравилось до. Ладно. Случайный выбор. Раз, два, три. Так. Татуировки мы тоже не можем рандомить. Поэтому переходим к одежде. Раз, два, три. Не так уж и плохо. Допустим она работает там, я не знаю, ветеринаром. Мне кажется ветеринары носят похожие жилеты. Тем не менее. Раз, два, три. Окей. Окей. Это не так уж и плохо. Это просто не так уж и плохо на самом деле. Раз, два, три. Я даже не так огорчилась этому жилету. Но... Что это за ведра? Это не собаки. Это буквально ведра. Окей. Господи. Какой это красивый костюм. От базовой игры... Вы издеваетесь. Это рандомный персонаж. И у него был такой прекрасный костюм. Это все что я могу сказать. Переходим к спортивной одежде. И у нее есть головной убор. Поэтому его я убирать не хочу. Случайный выбор. Раз, два, три. Лучше бы я его убрала. Но в принципе сейчас он сочетается с ее низом. Но его нам нужно будет тоже поменять. Случайный выбор. Раз, два, три. И... Допустим. Раз, два, три. Если не брать во внимание ее странное полотенце на голове, то не так уж и плохо. Обувь. Раз, два, три. Да. Да. Могло бы быть и хуже. Я говорю каждый раз. Но на самом деле нет. Мне просто не нравится то, что получается. Боже мой. Какой стильный персонаж был до. Я хочу использовать что-то в полный рост. И блин. Мне жалко это все убирать. Раз, два, три. Вау. Вау. Этого я действительно не ожидала. Раз, два, три. Ововь тут не играет никакой роли, мне кажется. Поэтому переходим к празднику. Я так понимаю, эта симка очень любит юбки. Но тем не менее, случайный выбор. Раз, два, три. Первые два варианта были просто прекрасными. Вопрос, где мы свернули, не туда. Раз, два, три. Да, я говорю, она обожает юбки. Но у нее нету совершенно никакого вкуса. Случайный выбор. Раз, два, три. И еще она любит сапоги и потинки. Даже в жаркую или теплую погоду. Все ясно. Теперь купальные костюмы. Я хочу использовать раздельные купальные костюмы. Посмотреть, какое сочетание получится. Раз, два, три. Пока неплохо. Мне кажется, много какие даже шорты подойдут к этому купальнику. Точнее, вверху. Раз, два, три. Вау! Посмотрите на это сочетание цветов. Они и правда сочетаются. Вы серьезно? Я собираю свои слова назад. У нее хоть немного, но есть вкус стиля. Теперь жаркая погода. Я надеюсь, она меня не подведет. И я так вижу, она до сих пор любит юбки. Вверх. Раз, два, три. Вау! Мне очень нравятся эти блузки. Даже не знаю, почему так редко я их использую. Раз, два, три. Я же говорила, она обожает юбки. Обувь тут просто решает все. Раз, два, три. И в принципе, в принципе не так уж и плохо. Конечно, эта черная часть совершенно ничем не сочетается, но белая. Белый цвет, можно сказать, спас ситуацию. Теперь мы переходим к холодной погоде. У нашего Акфеля мы использовали одежду в полный рост. И у нашей Пейдж мы тоже будем использовать в полный рост. Раз, два, три. Оу! Они похожи брат и сестра. Раз, два, три. У него были почти такие кроссовки, кстати говоря. И ей тоже нужна какая-нибудь шапочка, а не 100% брат и сестра. Раз, два, три. Как вы видите, он ее брат. Теперь, да. Это очень интересный челлендж, что я могу сказать. Мне безумно понравилось создавать таких персонажей. Получилось не очень. Да, могло бы быть и лучше, но если чуть-чуть над ними поработать, то это очень даже прикольно. Я надеюсь, что идея вам тоже понравилась. И в принципе, касс челленджи вам тоже нравятся. Но челленджи по строительству я тоже выпускаю. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы их не пропустить. А также пишите в комментариях идеи для новых видео. На такой очень странной ноте я с вами прощаюсь. И желаю вам хорошего дня. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok